Швейцария заблокировала 1 миллиард франков на личных счетах олигарха Виксельберга, еще раз на личных счетах. До этого США арестовали активы частной компании-бизнесмена на 2 миллиарда долларов. В силу вступили новые санкции Запада против наших элик, которые лжецы с телевизора почему-то называют антироссийскими. А чем же ответили мы? Как думаете? Правильно, уничтожили еще 8 тысяч тонн продуктов иностранного происхождения. 3 тонны санкционного мяса и 20 тонн перца за субботу. Ликвидация санкционных продуктов в России продолжается. Вот это я понимаю. Адекватный ответ адекватного государства на вполне себе частную предъяву. Пойду, что ли, тоже приму в этом участие. О, соседу Коле окно, например, разобью, чтобы пиндосом проклятым и калосе. Начинаем. Сам понимаю, что происходящее больше напоминает анекдот, но смеяться не приходится, потому что это ведь только старт сезона «Первые ласточки», так сказать. Сейчас безголовым патриотом Соловьевы, Киселевы и Шапка-носители в очередной раз промоют. И будем ведь спасать того Вексельберга. За счет несъеденных вот этих вот продуктов, которые, кстати, можно было раздать нуждающимся. За счет новых налогов, новых акцизов, урезанных зарплатой пенсий. Кстати, в санкционном списке, помимо Векселя, есть ведь еще бедные несчастные. Такие страдальцы, например, как Сулейман Керимов, Андрей Костин, Алексей Миллер, ну и Дерипаска. Куда же без него? Этих тоже нужно пожалеть и спасти. Это просто праздник какой-то. Впрочем, я и правда считаю, что спасать ребятишек действительно необходимо. Знаете почему? Они не смогут, потому что без своих яхт, самолетов, устриц из Лозанны они реально вымрут, как мамонты без всего этого. Сначала зачахнут, потом деградируют, а затем отойдут в мир иной. Расскажу просто случаи с собственной жизнью. Снимал я как-то цикл материалов о бывших рублевских женах. Ну, это те, что стали совсем старыми, тридцатка стукнула, но их папики бортанули. Хотя как бортанули? Миллер ей купил квартиру трехкомнатную в Тушино. Машину разрешил забрать с собой, даже денежное довольствие в пару тысяч бакинских положил. Вот только у девахи уже через месяц случился нервный срыв. Оказалось, что Тушино это далеко от любимого ресторана Ваниль. В клетушке в 70 квадратов не особо на роликах порассекаешь, а деньги, которые он выдал ей на весь будущий месяц, закончились уже к вечеру. Я не шучу. Действительно у девки нервный срыв был. К тому же она осознала, что и подруги вчерашние больше не подруги. Да и я добавил кайф. Тебя ведь и замуж среднестатистический парень взять не захочет. Он просто не потянет тебя с твоими привычками. Это реальная история, господа. А это реальная журналистика с очередной порцией новостей из сумасшедшего дома. Начинаем. Кстати, о патриотах. А доводилось ли вам слышать о таком детском патриотическом движении, как юноармейца? Ну это что-то типа всесоюзной пионерской организации имени Веленина, только теперь наша, российская, современная и с военным уклоном. Появилась в 2016 по инициативе министра обороны Шойгу. И, в общем, ну, наверное, ничего плохого в самом движении нет. Действительно, должны же дети быть чем-то объединены, увлечены. Вот только дальше начинается самое интересное. Колхоз – дело добровольное, ясен перец. Но во все российские школы с какого-то момента начали рассылать директивы с настойчивыми ЦУ убеждать родителей всеми правдами и неправдами отдать свое дитя в кружок юноармейцев. Сказано – сделано. Меньше чем за два года в организацию вступило более 200 тысяч детей, она продолжает разрастаться, а вот теперь пришло время десерта. Помните, чуть выше я сказал, что организация военизированная, а это значит, что все ее члены должны носить форму, причем общеустановленного образца, ну, как мы когда-то школьную носили. Комплекты стоят 5000 рублей летний и 8 зимний. Вот только если в Союзе-то производством и поставками школьной формы занималось государство, ее можно было купить в любом магазине, маленьких российских патриотов одевает в внимание коммерческая фирма, причем она одна на всю страну и тоже маленькая, ну и барабанная дробь. КОНЕЦ Вот так вот, ребят, это вам не мелочь по карманам тырить. Патриотизм российский оказывается не только полезное явление, но еще и весьма доходное для отдельных наших соотечественников. А надо-то было всего-навсего аферу федерального масштаба провернуть, прикрываясь духовными скрепами, подождать пару лет и гуляя рванина. Помню, много лет назад какой-то очень известный музыкант, фамилию уже не скажу, давал интервью звуковой дорожке, так вот журналист его спросил, тогда согласны ли вы с утверждением, что нам музыка строить и жить помогает? Музыкант ответил шикарно, вам музыка строить, нам жить помогает. Слушайте, а это событие, как я пропустил сам, удивляюсь, ну да ладно, исправляюсь. Тут же в конце мая в Питере очередной международный экономический форум проходил, ну и мероприятие, на котором, как правило, из года в год вся российская элита собирается, и с радостными лицами эти люди лгут нам о наших невероятных достижениях во всех без исключения областях. Так вот, в один из дней, когда участникам форума рассказывали очередную сказку о беспрецедентном прорыве в отечественном здравоохранении, случилось неожиданное. Слово взяла, подозреваю, единственная в зале порядочная женщина, она не стала аплодировать оратору Скворцовой, как куча специально приглашенных болванчиков, а задала действительно острый вопрос. Суть, чего вы лепите горбатого о каком-то там увеличении продолжительности жизни, может быть, пора уже не о продолжительности жизни поговорить, а о ее качестве дальше сами слушайте. Надо прекратить врать. Статистика лживая. При ложных входящих данных результат никогда не получится. В обезболивании нуждаются по мировым подсчетам 800 тысяч. Мы озвучиваем на уровне Минздрава, что нуждаются 200 тысяч. Ну и, конечно, мы покажем, Вероника Игоревна, что нас все обезболены. Это не так. И я не знаю, как мы будем врать в 30-м году, что у нас выросла продолжительность жизни. Вы знаете, что не Минздрав собирает эту статистику, а специальная государственная организация Росстат. Если вы готовы предложить что-то, что повысит эффективность в целом статистического анализа, сделайте это. То есть, понимаете, что произошло? Министр, член правительства, вместо того, чтобы дать конкретный ответ на конкретный вопрос, сидит и валит все на какой-то Росстат, а затем и вовсе. Если у вас есть какие-то предложения, вы давайте сделайте вместо меня мою работу, придумайте. У меня только один вопрос тогда остается. А нахрена нам такой министр? Ну и чтобы не на грустной ноте, эта история прилетела из Чебоксар. Все-таки богата земля русская талантами. Так вот, там придумали, как обойти ненавистную систему Платона, чего сегодня страдают уже не только дальнобойщики. Родилась уникальная идея в цехах тамошнего завода строительных материалов, когда из-за удорожания перевозок пришлось поднять цену на продукцию, и это привело к снижению покупательского спроса. Чтобы сохранить предприятие и трудовой коллектив, менеджмент принял совершенно неожиданное решение. Господа, вы должны это увидеть. Конечно, это всего лишь шутка, но в каждой шутке, как говорится, согласитесь, каждый из нас периодически выходит за пределы зоны собственного комфорта и видит своими глазами реальную мощь и реальное величие нашей необъятной Родины. Хотя нет, вру не каждый. Из окон правительственных зданий в центре Москвы, например, всего этого незаметно. Да и Останкинская башня не настолько высокая. Оказывается, с нее тоже видны лишь московские улицы. Хотя, лично у меня все-таки остается некоторое непонимание, поскольку я-то точно знаю, что 90% обитателей того самого Останкина, да и правительственных учреждений, чего там приезжие, как раз из таких вот чебоксар. Ну и пусть это останется на их совести. А это была реальная журналистика сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка на нее сверху, вы найдете больше полезного и интересного. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть, что почитать и над чем подумать. Кстати, мы теперь и в телеге есть. В друзья сообществу добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Уже люди стонут в некоторых районах. Дела нет, результатов нет. А он при людях, начиная от бани и заканчивая собственным там и для детей, и для себя жильем, указания раздает. Все на глазах у людей. Вы не думайте, что это сложно вас там вычислить. Никто знать не будет. Смотрите, мужики. Лучше нижчим, но на свободе. Чем богатым там.